Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню всем нашим телезрителям, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. И вот этой теме мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу, потому что тема животрепещущая, всегда сложная. С ней связано много печальной информации, много мифов. И чтобы обо всем поговорить, разложить все по полочкам, мы пригласили сюда в студию Юрия Якушева, заведующего стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы. И Юрий является врачом-онкологом. Ну, прежде всего, у вас... Я даже не знаю, ведь это не день, скажем так, онколога, а это именно день, который вся медицинская, скажем, часть мира пытается обратить внимание на проблему онкологических заболеваний. Значит, проблема по-прежнему существует. Мы так, к сожалению, не продвинулись далеко. Хотя говорят, что сегодня рак – это уже не всегда приговор. Правильно? Добрый день, уважаемые телезрители. Да, 4-го числа мы отмечаем этот праздник – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Именно борьбы. Потому что, к сожалению, данный недуг все чаще и чаще выявляется. Данным недугом заболевает в течение года во всем мире более 10 миллионов человек. И в течение этого же года смертность от данного недуга составляет 8 миллионов человек. К сожалению, они погибают. Ввиду этих больших цифр и необходимости привлечь внимание общественности, прежде всего пациентов, к данной патологии, существует, и не только этот день, существует ряд мероприятий, направленных именно на привлечение внимания к данной патологии. Именно к онкологическим заболеваниям. Достаточно широко представлена группа онкологических заболеваний у человека, и ей поражаются все органы и системы. К сожалению, это достаточно плохо, потому что нет какого-то единого лекарства от той или иной патологии. Сразу же вот такой вопрос, прежде чем мы будем детально разбираться. До сих пор многие самые разные люди задаются вполне себе естественным вопросом. Рак существует давно, как заболевание. Ну, онкология. Я понимаю, что там разновидности и так далее. Возникает вопрос. Огромное количество средств, продолжаются какие-то исследования. То тут, то там мы слышим, что вот найдено то-то, найдено это. Иногда это похоже на борьбу со спидом. Там тоже рассказывают о каких-то волшебных таблетках, хотя, судя по всему, что-то уже нашли. По крайней мере, человек с этим заболеванием может жить довольно долго. Почему нет таблетки от рака до сих пор? Вопрос достаточно, скажем, частый и он емкий, но при этом на него один и единственный ответ, потому что никто не знает, от чего возникает онкологическое заболевание любой локализации. То есть причину. Причину, соответственно, для того, чтобы это так называемое этиологическое лечение, которое направлено именно на устранение причины. Если мы приведем на какое-то воспалительное заболевание организма той или иной локализации, причиной является бактерия, к примеру. На него существует антибактериальный препарат. Ты его назначил, человек от этого излечил. У кого-то навсегда, у кого-то там с какими-то рецидивами. В данной группе заболевания, онкологические заболевания являются хроническими заболеваниями. К сожалению, в сегодняшний момент онкологическое заболевание неизлечимо. Оно неизлечимо. Но, вы правильно сказали, огромное количество проходит исследований. Есть масса способов лечения онкологических заболеваний. Это хирургическое лечение, это лучевая терапия, это химиотерапия, таргетная терапия. Сейчас век иммунной терапии, которая направлена именно на попытку попасть в тот механизм возникновения раковой клетки, которая ведет, собственно, к заболеванию. И если этот механизм будет разорван, то и мы будем говорить об излечении данного пациента. То есть, правильно я понимаю, что если мы говорим о любом вирусе, сейчас такое страшное слово, да, в последнее время часто употребляемое, это нечто, пришедшее извне. А здесь происходит процесс внутри тебя, внутри тебя, в твоем же организме, вдруг в твоей клетке появляется вот эта вот какая-то червоточинка, которая, да, потом превращается в разрыв бомбы. Означает ли это, что человек до сих пор изучен плохо? Мы не можем понять некоторые мотивы. Человек, в принципе-то, да, такая некая система, которая бесконечно изучается, бесконечно исследуется. Что говорит о опухолевом поражении человека? Любая опухоль возникает из собственной клетки, да. Ежедневно в организме, мы знаем, у нас и существует иммунная система. Ежедневно в организме каждого человека появляется до 3000 раковых клеток в норме. Так. И они убиваются иммунной системой, постоянно. Иммунная система держит это под контролем, она видит, что это чужеродный агент, и его уничтожает. Но они появляются. Они появляются. Происходит некий генетический сбой в клетке. Каждая клетка запрограммирована на определенное количество времени жизни. Да, какая-то живет там несколько дней, какие-то клетки живут 120 дней, и они запрограммировано умирают. Так называемые апоптосы, запрограммированная смерть, гибель клетки. Чего нет у онкологической клетки. Почему это происходит? Есть там ряд механизмов. Чтобы клетка, так скажем, старая погибла и не принесла вреда, этот механизм происходит сбой в нем. И эта клетка становится чужеродной и имеет перед собой безудержный рост. Она растет, развивается, поглощая наши питательные вещества, поглощая наши органы, превращаясь в онкологию той или иной, области, проявляясь тем или иным недугом для человека. То есть наша же собственная клетка превращается в нашего врага. Да, совершенно верно. И вот одна из теорий – это иммунная, что происходит некий иммунный сбой, который ведет к тому, что клетка перестает онкологическое распознаваться. И подчиняться как бы. Да, запрограммированы своей гибели, и возникает онкологическое заболевание. Вы правильно упомянули про вирусы. Раньше достаточно длительное время имелась под собой место вирусная теория возникновения рака. И это как бы не секрет. Считалось, что наличие тех или иных вирусов приводит к онкологии. И это действительно в определенной степени так. Ряд существующих вирусов, допустим, вирус папиллома человека, имея место быть у человека. Может переродиться. Особенно у женщин, да. И ведет к развитию рака шейки матки. Поэтому есть ряд вакцин, которые направлены не на онкологию, но они направлены на эти вирусы, которые способствуют именно потом перерождению собственных клеток в онкологические. То есть гораздо раньше, заранее, буквально вылетит то, что когда-то вдруг может предотвратить. Предотвратить. Предотвратить, да. Я веду наличие той или иной какой-то вирусной патологии, чтобы не развилась, допустим, рак шейки матки. Это сейчас применяется. Я не могу сейчас точно утверждать, несен ли он в календаре прививок. Существуют прививки против именно вот этих вирусов у девочек еще в до детородном возрасте, когда они имеют профилактику именно рака шейки матки. Но мы знаем, что вот, возвращаясь к вирусу папиллом, да, это довольно-таки распространенная история, и некоторые люди буквально их покрывают этими папилломами всевозможными, да. То есть надо ли им делать, вы советуете им делать прививку? Она только в раннем детстве делается. Она делается в раннем детстве, и она делается именно у девочек в плане профилактики развития рака шейки матки. Определенные вирусы. До какого примерно возраста делается? До 15 лет. До 15 лет. Да, она делается трехкратно с определенным промежутком, делается до 15 лет у девочек. И это доказано уже, что это достаточно сильно и благоприятно влияет впоследствии потом, как профилактика развития рака шейки матки. Ну а вот если уже в 30-40-летнем возрасте у человека появляются вот эти вот папилломы, которые тоже, да, пытаются удалить, потому что они ведут к каким-то нехорошим вещам. Да, папиллома, в принципе, это доброкачественное образование кожи, которая под собой имеет основу, это вирус папиллома человека, возникает, в принципе, на любых частях тела. Значит, методы борьбы с ней, в принципе, это как есть хирургические, то есть это удаление, да, там, одиночно стоящих крупных частиц. Так и, опять же, применение противовирусных препаратов и иммуномодулирующих средств, которые ведут к балансу системы той же иммунологической, о которой я вам говорил, который к этому способствует. Ну, точно так же, как и полипы всевозможные, в общем, все, что вырастает на человеческой коже в разных, скажем так, местах, это может превратиться в нехорошую историю. Да, есть такое понятие предраковые заболевания. Это еще не онкология, но это уже и не норма, в том числе и полипы, которые могут возникать не только на коже. Кожа – это видимая часть, да, которую человек может заметить, там, родственник может заметить, сослуживец на работе, ну, в общем, это где-то открытые части тела, на отдыхе и так далее. Но полипы, они возникают и внутри организма, да, это может быть и полип носа, это может быть и полип желудка, это может быть и полип кишечника, которые в основе своей несут нарушения развития. То есть это, как мы говорим, хирурги-онкологи плюс ткань, то есть это что-то выросло, то, что не должно было вырасти. И от этого надо избавиться. И от этого надо совершенно верно избавиться путем, на сегодняшний момент никаких проблем это не составляет, путем эндоскопических методов лечения. Это при гастроскопии, при колмоскопии данный полип удаляется, пациент наблюдается, безусловно, это полиподетное исследование. То есть вы как раз вот сейчас в первой части поговорили про профилактику, да, потому что второй будем уже говорить о способах лечения. Почему? Потому что люди, ну, я уж не говорю про питание и про образ жизни, но даже элементарных вещей, они почему-то всегда ждут, когда уже, да, как говорят, вот надо было раньше приходить. То есть самый простой способ исследовать собственное тело, да, при помощи себя, при помощи родственников. И если вы действительно что-то заметили, всегда лучше обратиться к врачу, потому что... Вот, кстати, перед тем, как мы уйдем на, скажем, на небольшой перерыв, скажите, вот есть мифология такая, или это правда, что люди даже уже почти в крайней стадии онкологического заболевания иногда все-таки оттуда выползали? Такие случаи есть? Да, такие случаи есть, их, в принципе, немало. Проблема, и почему вот этот Международный день и борьбы с онкологическими заболеваниями стремится к этому, проблема того, что нам нужно всем выявлять это все на ранних стадиях. Потому что все на ранних стадиях достаточно, ну, опять же, в определенной степени это излечимо. Это можно уйти в большую регрессию, то есть добиться нормальной продолжительности жизни. И забыть кое-что. И забыть об этом кое-что, да. Нежели когда человек попадает к нам уже на запущенных стадиях, да, когда это уже и запущено по первичному очагу, это четвертая стадия. И если уже есть у человека метастазы. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, да, когда человек уже, ну вот, прям совсем запущенный, безусловно, его страдания можно облегчить. И попытаться продлить ему жизнь рядом препаратов, которые на сегодняшний момент существуют. Вот о них мы сейчас поговорим в второй части. И еще раз, заканчивая первую, хочу обратить внимание, это правда очень такая интересная тема, что в любом возрасте, да, человек все-таки должен о себе не забывать. Да, мы все там нарушаем режим, но большинство, я имею в виду, питательные, там, жизненные и так далее. Но всегда помните, что может прийти момент, когда все вынуждены будут тратить довольно-таки большие средства для того, чтобы вас вылечить. Все будут знать, и вы в том числе будете знать, что, скорее всего, это не приведет к никакому приятному финалу, а можно было все это решить гораздо раньше. Вот это надо понимать. То есть надо все-таки не то, что любить себя, а следить за собой. Правильно я говорю? Совершенно верно. Вот. Ну, а во второй части мы поговорим все-таки, какие теперь уже есть методик лечения уже тех людей, которые, к сожалению, попали в разряд онкологических больных. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко, а в гостях у нас Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы, врач-онколог. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В первой части мы выяснили простую истину, что рак, к сожалению, пока до конца непонятно, как появляется, но можно даже до его появления, удалив какой-то маленький полипик, решить проблему, которая может через каких-то лет 10-20 вылиться в беду для всей вашей семьи. Но теперь все-таки вернемся к людям, которые заболевают онкологическими заболеваниями. Вопрос такой. Возраст. Сегодня, я так понимаю, не щадит никого эта история? Почему? К сожалению, да. Говоря о том, что причина возраст, есть ряд, скажем так, онкологических заболеваний, которые возникают в том или ином возрасте. Допустим, патология яичка у молодых людей, я их не специально так назвал, у молодых людей возникает в молодом возрасте, до 30 лет. Патология желудка легких возникает позже. Опять же, почему мы привыкаем к этому вниманию? Потому что, как ни странно, везде это известно, что онкология молодеет. Она молодеет и в плане выявляемости, потому что с каждым годом те или иные методы исследования, все совершенствуется, происходят и скрининговые какие-то акции, да, и выявляется все больше, больше, больше. И опять же, внимание общественности, внимание населения к этому вопросу, люди становятся более активны к своему здоровью, обращают больше на это внимания. Повторюсь, если человек приходит уже с жалобой, и это жалоба, доктор подозревает у него онкологию, то, как правило, это уже достаточно запущенная стадия. К чему это ведет? Это ведет к более тяжелому течению болезни, к более тяжелому потом реабилитационному периоду. Значит, это практически начало конца, да? Да. Как уж говорить откровенно. Да. Это, в общем-то, становится и обузой для семьи. Понятно, доктор это лечит. Здесь подключается ряд специалистов, потому что лечение онкологической патологии, оно основано на так называемых трех китах. Да, это хирургическое лечение, в любом его проявлении. Это открытая хирургия, лапароскопическая. Сейчас большой популярностью пользуется роботическая хирургия. Роботы, да? Да, роботы. Это работает робот, да. Здесь только меньше всего травма. С точки зрения хирургической осторожности операции, они абсолютно идентичны. То есть давайте вот по трем этим направлениям. Да. Вот мы на хирургическом сейчас этапе. То есть это речь идет об удалении, да? Удаление органа, части или органа, формирование каких-то, ну, если мы говорим, допустим, о желудке, кишечнике, искусственных органов, да, которые будут выполнять, нести эту функцию. Это может принести, да? Это принесет. И порой, порой бывает так, опять же, при ранней обращаемости, при раннем выявлении, это возможно быть и единственным методом увеличения. Удалили и забыли. В принципе, да. Удалил и забыл. Человек попадает в диспансерную группу, каждые три месяца наблюдается, проходит те или иные методы обследования. И в случае, опять же, возникновения каких-то либо подозрений на рецидив или там на прогрессирование заболевания, человек становится под контролем и сразу возникает, применяется тот или иной метод лечения. Если это способно сделать хирургически, значит, опять же, подключается хирургия. А если это не способно сделать хирургически, мы переходим на другие линии, так скажем, да, лечения. Давайте о других. Вот знаменитая, печально известная химия, да, вот это вот. Что это за? Химиотерапия – это препараты из различных групп, они направлены именно на уничтожение клетки, на уничтожение тех сосудов, которые к ней подходят, которые ее питают. Вот это вот злой клетки. И в большинстве своем химиотерапия применяется в двух случаях, да, она может применяться, в общем-то, как этап лечения. Для чего? Чтобы уменьшить первичную опухоль, чтобы, если опухоль неоперабельна, то ее соперировать, убрать, значит, если это некий другой этап, то это, так скажем, поддерживающая терапия. И в том числе она действует также на метастатическое поражение. То есть, когда есть метастазы, четвертая стадия заболевания, сдерживает их, убивает, уничтожает. И на этапах лечения и этапного обследования мы смотрим и оцениваем пациента и видим, что да, на химиотерапию нам опухоль ответила. Она чувствительна к ней. Безусловно. Ну, опять же, это химиотерапия. Ну, хирургия понятна, да, мы все прекрасно понимаем, даже неонкологическое заболевание, любая операция, тот же аппендицит, который кажется таким простым, да. Все равно, ну, неприятное вмешательство, мягко говоря. Но насколько понятно, что химиотерапия вот очень для человека тяжелая такая процедура? Химиотерапия очень, да, тяжелая. Совершенно верно, вы говорите. И тяжела она тем, что она влияет на весь организм в целом, да. Она влияет не только на опухоль, не только на метастазы. Совершенно верно. Она влияет и на здоровые клетки в том числе. И не секрет, что люди, получающие химиотерапию, прежде всего теряют волосы, да. В определенной степени это достаточно хороший прогностический признак. Это, ну, говорит о том, что, в общем-то, если есть такое действие на организм в целом, то и достаточно благоприятно. С точки зрения лечебного процесса это будет сказываться и на опухоль. Одной из целей исследований в плане открытия новых химических препаратов, одной из веткой этих препаратов является так называемая таргетная терапия. Да, вот что это такое? Таргет в переводе – это мишень. А, более четкое попадание. Абсолютно четкое. И именно она бьет по этой мишени. Это достаточно легко, в определенной степени, переносимые препараты. Они не ведут к этим последствиям. Человек не теряет волосы, человек достаточно спокойно живет обычной, традиционной жизнью. Как правило, хорошая переносимость. И действует именно на этот орган, более того, на клетку, которая вызвала онкологическое заболевание. Возникает вопрос и такие мифы, слухи, что лекарства стоят сумасшедших денег. Стоит ли, когда ты знаешь, что человек уже, ну, как бы… И мы знаем такую историю, что люди иногда даже говорят, что не надо меня спасать, не тратясь, потому что кто-то квартиру продает, кто-то машину продает. Вот этот психологический момент. Прежде всего, когда человек узнает, что у него есть онкологическое заболевание, да, когда ему говорят, что оно на определенной стадии, и все понимают, что стадия 4 – это последняя стадия, других стадий не существует, конечно, на них есть психологический момент, который давит. Сразу скажу, что все финансирование, все лекарственное обеспечение всех этих пациентов, оно абсолютно бесплатно для самого пациента в принципе, включая хирургию, лучевую терапию или таргетную терапию с самыми современными препаратами, иммунотерапию. Это все абсолютно бесплатно. Если мы переведем это в ценовой эквивалент, это дорого и очень дорого. Но пациенту это никак не сказывается. Другой момент, когда пациент говорит, что да, я понял, что есть онкология, мне предстоит серьезные вещи, мне предстоит серьезная операция, химиотерапия, я не хочу быть, как, допустим, какой-то пациент из палаты, которого он видел, который находится на определенном этапе лечения. Вот я, в принципе, сюда пришел своими ногами. Я, в общем-то, так и хочу жить. То есть он отрицает того, что он не хочет лечиться. Вот это в определенной степени плохо, потому что заставить лечиться мы никого не можем в принципе. Ну да. Да, мы объясняем всю ситуацию. Мы говорим, что никто никогда не дает прогнозов. Прогнозы – это неблагоприятное дело. Можно сказать, что человек не лечился и прожил год, другой лечился. Ну, приблизительно одинаковый. Да, и прожил там месяц-два. Это тоже, как бы, такие ситуации встречаются. Он принял для себя, что он будет или не будет лечиться. Вот если он не будет лечиться или лечиться, скажем так, нехотя, то результаты намного хуже. Нежели когда он говорит, что я согласен, я принимаю, как говорится, бой, потому что мы с ним, с пациентом по одну сторону баррикады относительно опухолей. Ну и плюс родственники, да, которые… Соответственно, которые… Это же неожиданно может быть. Это неожиданно, на котором, да, ты говоришь, что некие операции будут калечащие, некие операции с выводом каких-то там противоестественных отверстий. За родственникам нужно ухаживать и так далее, и так далее, реабилитировать и все остальное. И, в общем-то, воспринять жизнь совершенно в других красках. Но жизнь на то и на то, и жизнь, чтобы она продолжалась как можно дальше. И поэтому вот мы начинали и говорили сегодня о том, что вот добро и зло, да, эти словосочетания, они очень интересно в онкологических заболеваниях нашли друг друга. Зло – качественная опухоль и доброкачественная опухоль. И когда говорят доброкачественная, как-то сразу становится легче, да. Вот, а злокачественная, да, по-моему, даже стараются… Из названия. Не говори, да. Так вот, зло, к сожалению, существует, зло серьезное, зло пока окончательно непобедимое. Но все-таки, завершая программу, чтобы как-то оптимистично, что мы ждем в будущем? Все-таки вот та пресловутая таблетка, она появится? Или все зависит от каждого из нас, что мы должны как-то по-другому немножко вести себя? Тут как раз-таки, наверное, две разнонаправленные, даже не разнонаправленные, а, наверное, два вектора, если так можно сказать, которые все-таки будут идти в одну и ту же точку. Это, в общем-то, и собственное желание, ну, как бы отношение к своему организму, да, и настрой медицинской общественности в поиске вот этой волшебной таблетки, волшебного препарата. Прежде всего, человек, естественно, должен прислушиваться к себе, к своему организму. То есть, доброкачественно к себе прежде всего относиться? Прежде всего, доброкачественно относиться к себе. Сейчас существует масса всевозможных разных программ на разных возрастах, так называемые чекапы, да, где ты там можешь прийти, там, за полтора-два часа провериться. Это ни к чему, как бы, ну, это не говорит, что у человека нет рака, да, в случае возникновения каких-то изменений в тех или иных обследованиях или там анализах, человек более досконально. Во всяком случае, данную там систему, которая имеет предпосылки быть измененной, ее исследуют, смотрят и говорят, да, что-то есть, либо нет, приди через полгода. И вот это приди через полгода, это, безусловно, нужно исполнить. Прийти, еще раз показаться доктору, проверить ту или иную систему для того, чтобы эти ответы снять. А в поиске препарата, который будет волшебной таблеткой, конечно, здесь делается масса-масса исследований, но механизм, который будет открыт, механизм действия этой таблетки непосредственный, ну, наверное, это будет самым грандиозным прорывом у лечения. И точно Нобелевская премия. Безусловно. Ну, я так понимаю, что нельзя полагаться на волю случая, и все-таки, чтобы сохранить прежде всего себя, своих родных и близких, как мы выясняем, сейчас мы же ведем такой образ жизни, да, что можно месяц неправильно попитаться, и уже что-нибудь там начнет вдруг, да, где-нибудь зарождаться. Спасибо вам большое за этот рассказ. Я предлагаю, может быть, через какое-то время опять встретиться, потому что тема такая, ну, люди знают только про то, что вот такое может быть, и сталкиваются, и превращают это однозначно в горе. А ведь и в горе можно пытаться найти какие-то пути решения. Вы этим занимаетесь. Вот. И мы рассчитываем на то, что все-таки люди, посмотрев эту программу, и внимательно отнесутся к себе, и поймут, что никогда нельзя опускать руки. Никогда. Никогда. Надо идти до конца. Совершенно верно. Врач-онколог, заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы Юрий Якушев. Ну, а 4 февраля, напомню, отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, и помните, что профилактика всегда на первом месте. С вами был Николай Пимненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»